Привет, меня зовут Микки Хельт и добро пожаловать на мои уроки. Сегодня мы поговорим о технике Мюллера. Но сперва избавимся от заблуждений, связанных с данной техникой, потому что технику Мюллера часто упоминают в интернете и не всегда уместно. Часто ее упоминают в такой игре. Это не техника Мюллера, а шквал нот по установке, где частично задействована техника Мюллера. Для начала кликните на ссылку внизу, загрузив в PDF-файл с нотным материалом урока. И затем начнем. Окей, что же такое техника Мюллера? Техника Мюллера — это определенное движение рук для игры на разных уровнях громкости. Тихо и громко. Громкость удара определяется его начальной высотой. Громкие удары начинаются вверху, тихие — внизу. Конечно, можно менять громкость с помощью силы, но для расслабленной и естественной игры мы позволим силе гравитации сделать всю работу за нас. Мы разобрали, что у удара есть начальная позиция, но есть и конечная позиция, которая определяет громкость последующего удара. Таких ударов позиций всего четыре. Громкий удар с последующим громким ударом называют фулл-строк. Начинается вверху и там же заканчивается. Тоже и в левой руке. Я играю традиционным захватом, можно и симметричным. Это просто обычные, привычные нам удары. Громкий удар с последующим тихим начинается вверху, заканчивается внизу. Для этого отскок палочки фиксируйте внизу. Тоже с левой. Называется даун-строк. Тихий удар с последующим тихим. Называется тэп-строук. Очень прост. Левая. Тихий удар с последующим громким. Начинается внизу и заканчивается вверху. Называется ап-строук. Мы поднимаем руку и одновременно бросаем вниз удар кистью. Это одно движение. И удар получается при движении вверх. Тоже левой. Дамы и господа, это техника Мюллера. Вот и все. Ни больше, ни меньше. Ну хорошо. Давайте отрабатывать технику. У нас здесь один такт с шестнадцатыми. Играем попеременно правая-левая, правая-левая и акцент на каждую четверть. Внимание на каждую руку. Сперва на правую. Первый удар громкий, затем тихий, то есть даун-строк. Затем нам нужно вернуться наверх с помощью ауп-строк. И повторяем. Левая рука просто заполняет промежутки. Я сыграю и добавлю хай-хет на каждую четверть левой ногой. Ча-ки-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-чу Впад où? Теперь смещаем акцент на одну шестнадцатую вправо, то есть в движении апдаун играем левой, а правая заполняет промежутки. Этот нечётный акцент довольно сложный, учитывая, что счёт четвертей в хай-хате продолжается. Но вы постарайтесь, это важно. Когда мы смещаем акцент ещё на одну, то движение возвращается в правую руку, но теперь движение дауна переходит в апдау. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И последнее смещение. Ставьте акцент в левой, и не забывайте про хай-хэт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окей, теперь попробуем совместить всё вместе. Внимание на то, как движение меняется в последней четверти такта, чтобы вы были готовы к изменению акцента в следующем такте. Очень важно следить за движением в руке. Тэп-удары должны на контрасте звучать тихо. Не забывайте про движение кистью. Занимайтесь перед зеркалом и продолжайте отсчитывать левой ногой четверти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эти четыре паттерна, что мы изучили, крайне полезны. И применять их лучше, оставляя нижние удары на малом, а акценты раскидывать по установке и тарелкам. Подкрепляйте каждый удар в тарелку педалью бас-барабана для веса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Можно применять технику в группировках восьмыми. Играя по хай-хэту даун-ап, 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 вы получите ощущение движения четвертями. Играя ап-даун, ап-даун, получаете ощущение слабой доли. Применять можно в любых грувах. Смотрите нотный пример файла внизу. Я сыграю грув два такта с прямым хай-хэтом без применения техники Мюллера, затем два такта даун-ап на хай-хэте, затем два такта даун-ап на хай-хэте, и в конце два такта хай-хэт слабой доли ап-дау. А вы проследите, как сильно поменяется ощущение грувы. Мюллера Когда я играю грув, моя палочка на высоте пары дюймов, так что я могу играть гоуст-ноты, когда захочу. Когда приходит время бэкбита, я поднимаю руку для акцента, и в процессе подъема руки я могу сыграть еще гоуст-ноту. Сыграю грув, где движение вверх будет начинаться на один та, вторая шестнадцатая и три та. На раз та сыграю гоуст-ноту с помощью аупстрок Мюллера, а на три та не буду играть. Но вы увидите, что движение везде одинаковое. Here we go. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На деле, независимо от того, что я играю, я всегда использую технику Мюллера. Будь то джаз, латина, кантри-музыка, шафл, музыка Джеймса Брауна? Или парадидловое безумие? Вы видите технику Мюллера повсюду. И это не всегда широко узнаваемое движение. Иногда они едва заметны по амплитуде. Но если присмотреться, я гарантирую, что ваш любимый барабанщик использует их. Начните заниматься уже сегодня. Это поднимет вашу игру на новый уровень. И помните, как я вначале сказал, технику Мюллера часто упоминают в интернете и не всегда уместна. Часто ее упоминают в такой игре. Я покажу вам, как использовать технику Мюллера в подобной игре, так что будет часть 2 и, возможно, часть 3. Ну, хорошо. На сегодня достаточно. Спасибо за просмотр. Если не собираетесь пропустить выпуск, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и рассказывайте другим про этот урок в социальных сетях. А я сыграю для вас немного фанка из Джеймса Брауна с обилием ударов UpDown. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok